По табачному декрету основная инновация это прежде всего запрет продажи несовершеннолетним жидкости для электронных систем курения. Не допускается применять в названиях торговых объектов слов, тождественных либо сходных с наименованиями видов табачных изделий. Кроме того, с 27 июля продажа электронных систем курения, жидкости для электронных систем курения будет осуществляться методом закрытой выкладки. Теперь, чтобы продавать жидкости, как и табачные изделия, информация размещается в виде перечня на белом фоне, черным шрифтом, одинакового размера, без графических наименований и рисунков, кроме объектов общественного питания, где в меню можно будет использовать какое-то цветовое другое поле. 1 января предстоящего года 2020 крупные торговые объекты, это площадь торгового зала тысячи более квадратных метров, обязаны будут продавать не только табачные изделия, но и все системы курения. Это электронные системы курения, жидкости, системы употребления табака только через специализированные обособленные товарные отделы. А с 2022 года будет запрещена продажа всех систем курения через чекауты, то есть это оборудование, которое размещено над контрольно-кассовыми узлами. Запрещена реклама жидкости для электронных систем курения, с исключением, если такая реклама размещается на сайтах их производителей. Продолжение следует... Продолжение следует...